Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с вашей проблемой. Давайте попробуем вам помочь. Начинать, пожалуй, стоит с того, что вы пишете, что до пятого класса вы были самоуверенны, коммуникабельны и вообще все было хорошо. А потом, после того, как к вам начал приставать одноклассник, вы немножечко поменяли свое мироощущение, значит, и после пятого класса к вам одноклассницы начали обмазаться плохо. Стали вас обживать, унижать и так далее. Ну и, собственно, с этого момента у вас все в основном на трикосях. Вообще, в вашем тексте можно выделить два основных момента, две детали. Первая деталь, это вот, собственно, инцидент после пятого класса. И вторая деталь, это инцидент после того, как вы уже старались не конфликтовать с той одноклассницей, что сидел с вами, потому что вы боялись о вас подумают. А после того, как поступили в вуз, начали общаться с одноклассницей, она стала вас игнорировать. По сути, вот это вторая деталь. И если говорить о первой детали, то здесь я бы хотел вам, наверное, сказать так. Дело в том, что когда на вас начал наезжать мальчик из вашего класса, вы сделали совершенно правильно, что не стали обращать внимание на его поведение. Потому что мальчик приставил к вам, точнее просто так, мальчик приставил к девочкам, это нормально. Но вот когда одноклассницы стали к вам приставать, и вы не дали, условно говоря, им отпора никакого, вот это вас характеризует, к сожалению, достаточно плохо. Почему? Спросите вы. Дело все в том, что вы поссорили этим людям обращаться с собой достаточно плохо, негативно. А главное так, как по сути дела хочется им, но не так, как, например, хотелось бы вам. И из-за этого эти люди подумали, что с вами можно делать все, что бы что угодно, и вы ничего никогда не сделаете им в ответ. Собственно, это и была ваша ключевая ошибка. Что вы подумали, что мальчик, так сказать, что мальчик отстал от вас, когда вы не обращали на это внимание, и так не отстанет и девочки. Но если мальчик просто-напросто с вами обращался так, потому что он только учится обращаться с девочками, и да, это не самый лучший, конечно, вариант обучения, но тем не менее, другого иногда просто нет. То с девочками вам допускать того, что вы допустили, на самом деле, было нельзя. Но вы это допустили, и в итоге люди начали считать, что с вами можно делать все, что угодно. И дальше, дальше вы продолжили совершать ошибку, то есть вы привлекли маму свою, а она, естественно, рассказала родителям этих девочек. И в итоге это нам еще хуже вам сделала, если я не ошибаюсь, потому что не любить вас стали еще сильнее. И тогда, тогда, что же вам нужно сделать? Что для начала понять, что все дети жестокие, и что в школе всегда есть те, которые, как бы, находятся на таком, знаете, неком ошибе. По сравнению с другими людьми. И к этому относиться нужно, по крайней мере, стараться относиться спокойно. Это не делает вас плохой, если вы, там, являетесь, как бы, аутсайдером в обществе. Но, когда вы показываете свою слабость, а вы, как я понял, показали свою слабость, вы тем самым показали свою уязвимость. И этим вы, как бы, дали, по сути, карт-бланш тем, кто вас гнобил. Соответственно, эти люди гнобили бы вас в любом случае просто потому, что вы, вот, оказались в соответствующем положении один раз. И после того, как вы, по сути, привлекли родителей, вы показали, что вас это задело. А раз вас это задело, значит, можно продолжать дальше, дальше, дальше и дальше. Я надеюсь, что сейчас, понятно говорю, потому что очень важно, чтобы вы меня поняли. И вам, на самом деле, нужно понимать, что вы, по сути дела, переложили ответственность в того, что произошло на родителей, своих родителей. На родителей этих детей, но не на себя. А правильно было бы как раз-таки принимать ответственность на себя и, условно говоря, бороться за свою самостоятельность и за место в обществе собственных сил. Но вы этого не сделали, и в результате у вас получилось то, что получилось. Вы начали бояться после этого, после того, как эта ситуация была, вы начали бояться, что о вас будут плохо думать. И начали стремиться угождать судам. Угождать людям вы начали стремиться потому, что думаете, что вы плохая, что вы виноваты, что это в вас дело. Именно вас, именно вас дело, из-за чего вы подвергались давлению преснику со стороны своих одноклассников. На самом деле, это происходило не потому, что вы какая-то плохая, или вы делали что-то не так, или как-то еще. А просто потому, что одноклассникам в их возрасте всегда нужен кто-то, на ком можно было помещать агрессию, на ком можно было помещать какой-то негатив и так далее. И дело не в вас, вы от этого хуже, не остановитесь от того, я имею ввиду, что на вас давят. Но, не нужно принимать на свой счет то, что с вами происходит. Вот это неправильно. Думать, что вы чем-то хуже других, думать, что вы не достоин чего-то, чем другие и так далее. Вот этого делать не стоит. Именно это, то есть по сути изменение своей самооценки и повлияло на то, что вы теперь стремитесь всем угодить. В том числе и своей одногруппнице. А что видит одногруппница? Одногруппница видит человека, то есть вас, стремящегося ей угодить. То есть по сути лебезящего перед ней. И естественно это не вызывает желания как-то с вами общаться, ну я бы сказал общаться, знаете, как на равных общаться. Потому что одногруппница видит, что вы готовы для нее на все, значит, что вы в себе не уверены, значит, вас можно не воспринимать через серьез. А в случае чего еще и воспринимать. Вот вам же. К сожалению, именно так обстоят отношения между людьми. И чтобы такого не было, нужно себя любить, нужно нести себя достоинством, нужно не позволять вытирать об себя ноги и не позволять вести себя с тобой так, как вам не нравится. Чтобы этого не было, нужно работать над тем, в чем вы в себе не уверены и не воспринимать, еще раз повторяю, не воспринимать то, что вам делают негативного люди на свой счет. Это неправильно. И это ошибка. Если люди делают что-то негативное по отношению к вам, это совершенно не значит, что виноваты вы. Это значит, что у людей есть определенный дефицит позитива, определенный внутренний личностный конфликт, который и определяет их желание доставить вам, доставить вам какие-то неприятности и так далее. Вы не виноваты ни в чем. Вы нормальный и достойный человек, который вправе рассчитывать на совершенно, как бы, однозначно, да, отношение к себе. И пока, если вы вот это вот сами для себя не поймете, вот этих моментов, пока вы для себя не уясните, ну, к сожалению, ситуация будет такой, какая она сейчас обстоит. И я думаю, что ничего не изменится, пока вы не будете себя больше любить, пока вы не будете бояться того, что, значит, о вас подумают другие люди. Да, в детстве, когда вас думали плохо, вам приходилось тяжело. То есть, по сути, речь идет о насилии, да, об обидах, там, ну, обидах ваших и так далее. Но это дети, дети же суки. Во всю своей жизни и со взрослыми людьми ситуация немножечко по-другому обстоит. В ней вам важно уметь себя защитить. В ней важно уметь себя подать, поднести и сделать это правильно. И тогда, если у вас это получится, то вам обеспечено нормальное к себе отношение. А еще, для того, чтобы не бояться, что подумают о вас люди, нужно, вообще-то говоря, себя спросить. А что же, собственно говоря, вы хотели бы получать для этих людей? Что вы получаете, когда они о вас думают хорошо или, наоборот, что вы теряете, когда они думают о вас плохо? Вот попробуйте ответить на этот вопрос и, уверен, вам будет гораздо легче разобраться в себе. Собственно, это в общих чертах то, что я хотел вам сказать. Как бы работа с вами, она, естественно, нужна. Нужно определить ваши слабые стороны и ваши сильные стороны. Нужно понять, в чем именно вы в себе сомневаетесь, подумать, как лучше это купировать, как лучше от этого избавиться. Нужно по возможности, конечно, определить, как бы вас лично нарастить дальше, чтобы не зависеть от людей вокруг вас. То есть, вообще говоря, работа для психолога, да, есть. Ее, в принципе, более чем достаточно в данном случае. Есть вопрос в том, захотите ли вы работать над собой и захотите ли вы улучшать свою жизнь к лучшему. Это уже зависит целиком и полностью от вас. Я надеюсь, вы решение примите верно. Я надеюсь, что в случае чего обратитесь ко мне. Я буду рад вам помочь, если вы считаете мою помощь уместной. Ну, а вам я хотел бы порекомендовать, вот как можно умеет зависеть от мнения других людей. Оно обусловлено, это мнение других людей всегда самими людьми. Не вами, не тем, как вы себя ведете, а именно самими людьми. Те, кто не хочет понимать другого человека, тот никогда другого человека не поймет. Всегда. Вам надо понять, что если вас сразу не поняли, если вас сразу не услышали, то вряд ли это будет еще. Потому что, если человек не хочет, то он этого делать не будет. Ему это не нужно, не выгодно, ему это неудобно, неприятно, требует от него определенных затрат, там, жест и так далее. Вот это то, что вам очень нужно для себя понять. И людей, которые будут с вами, их будет на самом-то деле не так много людей, которые действительно будут с вами. Но те, кто будет, будут принимать вас такой, какая вы есть. А чтобы вас принимали такой, какая вы есть, вам нужно действовать, исходя из своих желаний, интересов и стремлений, а не ориентироваться на мнение других людей. На этом все, надеюсь, что помог вам. Нет, никаких вопросов осталось. Обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи!